МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 6 ноября 1923 года в Алтайском селе Родина родилась Матрёна Егоровна Андрейченко, председатель Барнаульского отделения Российского союза ветеранов. На войну ушла в 42-м, в возрасте 18 лет. Служила медсестрой, участвовала в освобождении Ржева, Смоленска, Варшавы, Кракова и других городов. Дошла до Германии. С начала 90-х активный участник ветеранского движения. Сегодня без неё не обходится ни одно мероприятие, имеющее отношение к памяти о Великой Отечественной войне. Несмотря на почтенный возраст, поражает всех друзей и коллег своей активностью и жаждой изменить мир к лучшему. 24 ноября 1941 года на фронт отправилась первая партия патронов, выпущенных на Алтае. Этот день принято считать днём рождения Барнаульского станкостроительного завода. Тогда его называли завод номер 17. Завод сформировали на базе сразу трёх предприятий, эвакуированных из Подольска, Ворошиловграда и Москвы. Долгие четыре года он отправлял на фронт патроны. Неслучайно в 1945-м завод стал единственным предприятием оборонки, награждённым орденом Ленина. После войны завод выпускал широкий спектр гражданской продукции – от заводских кранов до пуговиц и трюмо. В новейшее время превратился в холдинг, одно из подразделений которого единственное в России выпускает специальные краны «Тали», способные работать на атомных станциях. Впрочем, патроны по-прежнему являются одной из главных продукций холдинга. Кстати, почти 80% патронов, выпускаемых на предприятии, сегодня отправляется на экспорт.